Всем привет, это Таня Матанем. Основные ошибки это проверяемые гласные. Такое же простое правило. Выдели корень, поставь ударение, безударное, подбери проверочное слово. Чего еще проще-то? Чего вот дети-то хотят-то? Почему все время ошибки? Почему именно в этих местах все время ошибки? Давайте будем разбираться, потому что мне это правило... Мы диктанты со старшим, ой, божешки, до сих пор и с репетитором, и не с репетитором. И только сейчас я накопала то, что действительно мне помогает младшему сейчас объяснить, как же действовать, по какому алгоритму лучше действовать, когда ты проверяешь безударную гласную в корне слова. Чтобы у него это все было проще, чтобы он понимал, и чтобы у него получалось применить это правило. Проблемы разделяются на две части. Первое – это умение разделить слово по составу, то есть выделить корень-то этот, его выделить же надо. И второе – это подобрать проверочное слово. Вот попробуйте, ну вы сейчас, наверное, уже этим занимаетесь, если вы меня смотрите. Попробуйте ребенку сказать, подбери проверочное слово. Он уйдет вот вообще в абстракцию и будет так, ааа, какое, какое слово проверочное, что вы от меня хотите. Начнет перебирать неправильно, а потом пару раз неправильно скажет, отстаньте от меня вообще. А как отстанешь всю школьную программу, вы будете писать диктанты, и всегда вам нужно это, вот это вот проверочное-то слово. Поэтому алгоритм, который я выработала с ребенком. Значит, первое. Когда ты пишешь, особенно на слух, либо списываешь, потому что там нужно вставлять, то ты проговаривай потихонечку про себя слово, и услышишь, если услышишь два противных звука, а-и-и, я, кстати, пост уже делала в Инстаграме, вот теперь видео делаю, сразу проверяю. То есть я ему не говорю, выдели корень, поставь ударение, ничего не говорю, нет. Вот слышишь, а-и-и, убедись, что там нужно написать а-и-и. А если нет, а вдруг о, а вдруг е, а и еще разделяется на несколько, может еще я быть, а мы еще тут умудрились ю-ю вместо и услышать. То есть у них несколько вот этих проблем, да, ошибок, но в основном они выглядят вот так. То есть вот эти звуки могут быть, если ты проверяешь. Когда он слышит это слово, он начинает сразу проверять. Услышал это слово, начинай уже искать корень, поставь ударение, видишь безударное, применяй правило. А какое? Мы ищем проверочное слово. То есть не сначала, потому что когда ты пишешь, особенно под диктант, ты не можешь в каждом слове выделять. Дети вообще напряженно пишут диктанты. Они в принципе не могут еще до автоматизма выделить корень. Не могут они. И поэтому над каждым словом у них просто нет времени задумываться. Вот включите сигматомер, сколько времени ваш ребенок тратит, чтобы выделить корень. Вот мы сейчас стоим, я прям, слово там, ну, вроде даже простое. И все равно ребенок хупо и завист. Вот вы начинаете корень выделять, он долго его выделяет. Ему нужно еще подумать, он еще быстро это не может. А уже диктант во втором классе, мы его-то уже все, уже пишем. И как его нам написать-то? Если мы не можем написать в это время, автоматически выделить корень и применить правило. Мы не можем. И никто не может. Это до автоматизма со временем дойдет. Сначала до автоматизма вообще написание диктантов сначала должно дойти. Просто слов написания, а потом уже выделение корня. Поэтому первичный звук, звук ты слышишь, а уже по звуку ориентируйся. Потому что ты не сделаешь ошибки, если другие гласные стоят. Если ты слышишь О, это всегда О. Если ты слышишь И, У, их не нужно проверять. Вот как слышатся, так и слышатся. Как слышатся, так и пишутся. Остальные правила там Ж, Ш, Ча, Ща, мы вообще без вопросов пишем. Итак, значит, вот такой вот алгоритм. Слышим А или И, смотрим тогда на ударение. Если безударное, смотрим, если это корень, то да, мы подбираем проверочное слово. Вторая часть, подборка проверочного слова. Ну, это тоже неоднозначная задача. Я учусь следующим образом. Попробуй поставить слово, равное корню. То есть, лесной, лес, вот у тебя корень лес, всё, лес, есть слово. Если нету такого короткого слова, тогда уже ищи, подбирай другое. Но сначала попробуй. Самое короткое слово, равное корню. Мы уже, ну, он у меня очень сам по себе любит заглядывать вперёд. Мы уже понимаем, что слова бывают женского рода, мужского и среднего. Хотя у нас не было этой темы. Но он уже это знает. И знает, что мужского рода, они все без окончания на конце слова. А с женским родом вот окончание есть. Слова в женском роде, они в основном всегда на окончании у них ударение. А во множественном числе у них сразу перекидывается ударение на корень. И поэтому я его учу. Второй способ, который тебе поможет, это поставить слово во множественное число. Особенно если оно женского рода. Когда слово во множественном числе, то ударение может встать на желаемую тебе безударную гласную. И вот вы попробуйте, потренируйтесь. Это просто. Потому что если вы скажете, ну какое-нибудь слово подбери, это намного сложнее. Когда вы сузите вот этот вот круг, либо самое краткое, либо ставь во множественное число. Вот быстрее дети срабатывают и быстрее находят проверочное слово. А вот эта быстрота, она очень нужна на диктантах. Вот сейчас у нас идёт эта тема, отрабатывается корень слова. И у нас вот такая рабочая тетрадь. Это мы купили по школьной программе. Мне нравится здесь подход, что сначала идут слова с ударением. Поставь ударение здесь. Поставь, пожалуйста. Так. Лица. Лица. Потому что во множественном числе. А теперь мы изменяем лицо в безударное. То есть сначала идут проверочные слова, а потом идут слова, в которых нужно проверять из-за ударения. Поставь ударение, выдели корень. Такой подход очень хороший. Потому что если у вас нет подобных упражнений, то именно с такой точки зрения ребёнок привыкает находить слова с ударением. А не наоборот. Сначала пропущенная буква в безударном слове, а потом подбери ударение. Видите, совсем другой подход. Так. Зима. Зима. Молодец. Мы сейчас готовились. Я провела тестовые диктанты дома. И вам тоже рекомендую. Обязательно попробуйте сами поддиктовать дома. Посмотрите, как он пишет. Что он в это время, в каких облаках летает. И абсолютно у меня было всё правильно написано. Диктант. Все орфограммы мы всё услышали. У него сработал автоматизм. Как только я его попросила выделить корень и подобрать проверочное слово, даже правильные написанные места, ноль, вообще, в таком ступере, в таком этом, нет автоматизма. Вот я ему начала вот этот алгоритм. Давай ещё раз. Поэтому проводите, пожалуйста, диктанты. Я пособие, по которым занимались летом, потому что я летом проводила диктанты, приучала его. И вот сейчас нам объявили, что во вторник диктант. Я опять сделала пробный на эту тему. У нас будет безударная гласная. Давай на эту тему с тобой попробуем, попишем. Вот вам же уже объяснили, что нужно её проверять. Вот такой вот результат. И когда вы напишите на эту тему диктант, обязательно попросите ребёнка, подчеркни безударную гласную, то есть поставь ударение, выдели корень и подчеркни безударную гласную. Он это сделает, и после этого только проверяйте ошибки. То есть пусть он проверочное слово, помогите ему. И вы увидите, что он в процессе письма никакие проверочные слова не подбирал. И поэтому приучайте. Несколько диктантов приведите, чтобы для того, чтобы он привык применять правила. Привык. Его нужно к этому приучать. Пример. Приведу коварности корня и правила безударной гласной. Вот мы отрабатываем букву ЩЕ. Вот такой вот диктантики я маленький дала. И есть здесь слово «достаю». Ребёнок пытается применить правила проверки безударной гласной в корне. И проверяет словом «стоя». Это аниматание. Я надеюсь, что моя рекомендация вам поможет подбирать слова после того, как вы услышите ошибочные места, а не наоборот. Сначала выделять корень ударения, а потом уже искать слово. Вот в таком порядке, как я вам говорю, может сработать и ошибок уменьшится. Всем пока. Оставайтесь со мной. Я буду продолжать рассказывать про такие вот хитрости, на которые приходится идти для того, чтобы ребёнок понял и научился применять правила. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова